В этот день, 16 апреля 1518 года, впервые обменялись посланиями великий князь московский Василий III и Франциск I, король Франции. В 1518 году, когда художник Леонардо да Винчи закончил свое полотно Джокондо, Россия находилась в середине Десятилетней войны, царь Василий III написал письмо в адрес французского короля Франциска, надеясь на будущее союзничество против Польского королевства. Составленное на русском и немецком языках, царское послание стало первым официальным дипломатическим документом и послужило началом создания личной канцелярии великих князей. Немецкий вариант письма сегодня находится в Берлинском архиве, хотя русский оригинал канул в неизвестность. В этом же году французский посланник отправил своему монарху донесение с рассказом о малоизвестном Франции русском княжестве. Престол великого господина Василия находится в городе Московии, который по большей части расположен в болотах. Покидать страну запрещено кому бы то ни было, даже переходить ценовое место жительства на другое без разрешения князя или его служителей нельзя. Чужеземцам из любой страны свободно разрешено въезжать. Нет здесь никакого писаного закона, князь все решает, следуя собственным обычаям. 16 апреля 1797 года состоялась коронация императора Павла I. В этот же день он сдал указ об ограничении барщины, дабы никто и ни под каким видом не дерзал воскресные дни принуждать крестьян к работам. В этот же самый день император Павел I официально утвердил орден Святой Анны. Орден Святой Анны был учрежден в 1735 году галштинским герцогом Карлом Фридрихом в память о безвременно ушедшей супруге Анне Петровне, дочери Петра I, и вручался еще во времена царствования Елизаветы Петровны. Почетный знак был привезен в Россию сыном Карла, будущим монархом Петром III. Павел I питал к Святой Анне особую симпатию. Тайком от матери, государине Екатерины II, отказавшись от всего галштинского, он продолжал отмечать миниатюрные копии подчиненных. Для этого на ордене, который прозвали «клюквой» за яркий цвет, было придумано винтовое крепление для тайного ношения внутри шпажной чашечки. Став императором, Павел наконец придал Святой Анне официальный статус и утвердил четыре степени ордена. Отлитые золота орден Четвертой степени выдавали младшим офицерам, исключительно за личные боевые заслуги. Только после Отечественной войны 12-го года, когда награды стали выдаваться тысячами, орден начали отливать из тампака. Остальными тремя степенями награждались духовные гражданские лица и проявившие себя иностранные персоны. Высокой наградой были удостоены патриарх Алексей II, скульптор Церетели, политик Степашин уже в наше время, а полными кавалерами ордена стали полководцы Суворов и Кутузов, адмиралы Нахимов и Колчак. Святую Анну ценили и литераторы, как пошутил губернатор из рассказа Чехова. Ну, теперь у вас три Анны, одна в петлице и две на шее. 16 апреля 1898 года опубликовано первое издание сочинений Горького. 16 апреля 1945 года началась победная берлинская операция силами трех фронтов, командующей Жуков, Рокоссовский, Конев. Общим числом 2,5 миллиона человек. 16 апреля 2004 года на звонницу Троицы Сергеевой Лавры был поднят царь-колокол. В этот день, 16 апреля, вертелись Дмитрий Блудов, литератор, один из основателей литературного общества Арзамас, позже министр юстиции императора Николая I, Павел Шиллинг, востоковед, изобретатель в области электричества, Нил Филатов, врач, один из основателей педиатрии. Из семерых сыновей пензенского дворянина Филатова пятеро выбрали профессию врача. Нил заложил основу русской педиатрии. С отличием, окончив медицинский факультет, Филатов стажировался за границу, изучая детские болезни. После возвращения он зачитал диссертацию по теме баронхита и пневмонии, читал лекции на кафедре, собиравшей аншлаги студентов. Про него говорили, что даже в темноте на ощупь он мог отличить папул и кори от оспы. Детские болезни, которые на тот момент не были структурированы, представляли огромный интерес для Филатова. И в мельчайших деталях он описывал скарлатину, ветрянку, дифтерию. К последней у него имелись свои счеты. От этой болезни он потерял двух детей. Родителям-беднякам он приносил еду, тайно оплачивал лечение, одаривал вниманием каждого малыша. Преждевременный уход Филатова Москва восприняла как великую трагедию. Поставили ему и памятник. Поистине, надо было обладать такой же чистотой, как у младенца, душой, чтобы понимать детей так, как понимал их Нил Федорович. Так говорили студенты. Таким был этот день, 16 апреля.